10.00 в столице Казахстана. Время новостей на канале Хабар 24. С вами Арстан Балтин. Здравствуйте. И вот главные темы этого выпуска. Паводкоопасный период. В двух регионах Казахстана хлынули талые воды. Жуткое ДТП в Бразилии. Пассажирский автобус упал с обрыва. Есть погибшие. Ситуация в Украине. Зеленский уволил двух генералов за предательство. А в России заявили об уничтожении бойцов Азова. Расскажем о главном к этому часу. Об этом не только прямо сейчас. В Павлодарской области затопило село Рождественка. Оно находится в часе езды от Павлодара. Талая вода затронула десятки хозяйственных построек и как минимум один жилой дом. На месте работают сотрудники ДЧС. Они занимаются откачкой воды. Под угрозой затопления находятся еще несколько домов. Мост, а где мы? Да, мы идем с вами, Андрей. Да, где? А в Западно-Казахстанской области талой водой размыло автомобильные дороги. В Чингерлауском районе мощные потоки разрушили грунтовую дорогу, соединяющую с райцентром села Ахшат и Сегысай. А в Харатубинском районе размыло трассу направлением Харатубе-Хараколь. Вода уничтожила около 100 метров полотна и 13 метров бетонного сооружения рядом с поселком Ахтайсай. Место размыва оградили. Организовано круглосуточное дежурство. В связи с интенсивным таянием снега в региональном ДЧС развернут оперативный штаб. Какой будет погода в апреле, рассказали синоптики. В начале месяца в северных регионах Казахстана значительно потеплеет. Ожидается погода без осадков. На западе страны с влиянием циклона из районов Черного моря пройдут дожди с порывистым метром. Стабильно плюсовые значения будут наблюдаться в начале первой декады. Температура воздуха днем на севере и востоке продержится на уровне 10 градусов. В центре столбики термометров достигнут местами плюс 18, а на юге всех 28. Вдобавок в середине месяца на территорию Казахстана будут поступать теплые воздушные массы из Ирана и Центральной Азии. Но несмотря на это в некоторых областях специалисты КАЗ Гидромета прогнозируют неустойчивый характер погоды, включая грозы, град и пыльные бури. С приходом весны улицы Ахтуби превратились в сплошные полосы препятствий. Ситуация осложняется отсутствием во многих районах тротуаров. Жители жалуются на грязь и лужи. Говорят, живут в городе, а чувствуют себя как в селе. Наталья Салькова о наболевшей проблеме горожан. Микрорайон Батыс-2 в последние годы активно застраивается. Вот только радость новоселов нередко омрачает состояние здешних дорог. По этой улице жители ближайших новостроек ежедневно ходят на работу и провожают детей в школы. Идти приходится по бездорожью, преодолевая огромные лужи и грязь. Тротуаров нет и из-за проезжающих автомобилей путь становится небезопасным. Добавляет хлопот и стройка по соседству. Видите, вода содержится. Если вот они специально делали, чтобы здесь вода была, чтобы она не стекала. Для маленьких детей, которые ходят в школу, автобусов нет. Беда такой, грязь, как идти. На тот бугор пойдешь, там грязь страшная. Первым домом делать, что? Тротуар. Это обязательно. В данное время у нас идет стройка рядом с нашим жилым домом. Дорог нет, грязь, лужи, зимой сугробы. Здесь даже проехать невозможно. Крутые подъемы и спуски. Пока идет строительство, хотя бы с шибенкой обгородить вот эти все дороги, проложить. По словам представителей отдела ЖКХ, благоустройство придворовой территории входит в обязанности застройщика. Компания должна была построить подъездную дорогу к своему объекту. Однако большинство застройщиков в микрорайоне БАТ-С-2 эти правила игнорируют. Во время проектно-смертной документации проектировщик должен был взять тех условий на примыкание именно от ЖКХ к существующей автомобильной дороге. Увы, этой части они не получали, просто застроились, можно сказать. Благоустройства у них нет. И заезд, выезд никем не согласован, с какой улицей будет. Асфальтирование строительства именно к этому дому, к 49Т, например, корпус 1, корпус 2, на сегодня не предусмотрено. А это уже другой микрорайон города Акжар-2. Каждую весну жители этой улицы сталкиваются с одной и той же проблемой. Дорога превращается в горную речку. Здесь ни пройти, ни проехать. Грунт обваливается и нередко в ямах застревают автомобили. Каждый сезон у нас весной, обычно всегда бывает, когда тает вот этот снег, у нас вот такие вот обвалы. Ребенок у меня на любом классе шел, провалился, из этого сапога пришел. Мы каждый год одно и то же говорим, что нужна дорога, неужели нельзя хотя бы щебнем ее покрыть. В прошлом году там, наверное, место есть, яма была, там машина перевернулась. Школу, садик, пешком, то как, в машине. Тут, по-моему, здесь даже автобус не ходят. Жителям микрорайона Акжар-2 тоже, по всей видимости, остается только набраться терпения. Дороги здесь строить планируют, но когда начнутся работы, пока неизвестно. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация. Наталья Салькова, Инадин Булдобеков, Ахтубе, Хабар-24. Крупное ДТП произошло на севере бразильского штата Паранам. Пассажирский автобус врезался в скалу и упал с обрыва. По меньшей мере 11 человек погибли, еще 20 получили различные травмы. Сообщается, что автобус с рабочими направлялся на местную фабрику. Предположительно, водитель не справился с управлением из-за сильного дождя. По факту случившегося сейчас ведется расследование. Пожар в чилийском Вальпараисо уничтожил больше 40 домов для борьбы с огнем. Задействованы несколько сотен пожарных. Работу затрудняет сильный ветер. Некоторые очаги возгорания представляют серьезную опасность. Это неконтролируемый инцидент. Мы очень обеспокоены и работаем над тем, чтобы предотвратить распространение огня. А южные штаты США не отпускают штормы. Сильный ветер повалил деревья и линии электропередачи. Повредил жилые дома. Примерно 200 тысяч жителей в семи регионах остались без света. Ситуация на юге Украины и на Донбассе остается сложной, заявил президент страны Владимир Зеленский. Он подтвердил, что Россия наращивает силы вблизи осажденного Мариуполя. При этом, по его данным, украинские силы оттеснили противника от Киева и Чернигова. Кроме того, президент сообщил об увольнении двух начальников управления внутренней безопасности. Зеленский назвал их предателями и заявил о лишении генералов званий. Напивничает Киева. К северу от Киева, в направлении Чернигова, в Сумской области, противника оттесняют. Они понимают, что уже не могут вести такие же бои, как в первой половине марта. Но мы также должны понимать, что для российских военных это часть их тактики. Все это не так просто. Мы знаем, что они совершают передислокацию, чтобы сосредоточиться на других важных регионах. Российские силы накапливают потенциал для ударов на Донбассе и в Мариуполе. Мы сделаем все возможное, чтобы остановить их. В России тем временем заявили об уничтожении бойцов украинского полка АЗОВ при попытке бегства из Мариуполя. Представитель Минобороны Игорь Канашенков сообщил о двух сбитых вертолетах. В ведомстве также опубликовали видео ударов беспилотников по системам залпового огня вооруженных сил Украины, которые, по данным российской стороны, были спрятаны внутри промышленного комплекса. Утром 31 марта киевским режимом была предпринята попытка к эвакуации из города Мариуполь двумя вертолетами МИ-8 командного состава полка украинских националистов АЗОВ. Расчетом переносного зенитого ракетного комплекса «Народная милиция» Донецкой Республики из трофейного американского комплекса «Стингер» Один украинский вертолет МИ-8 был сбит и упал в районе населенного пункта Рыбацка. Второй украинский МИ-8 от попадания ракеты получил повреждения, уклонился в сторону моря, но потерял... Тем временем страны Запада продолжают расширять санкции против Москвы. В Великобритании заявили о намерении удвоить количество рестрикций. Минторговли США в ближайшие дни введет дополнительные ограничения в отношении оборонного, аэрокосмического и морского секторов России. В санкционный список добавят еще 120 организаций. Таким образом, общее число компаний, попавших в черный список, с конца февраля превысит две сотни. Шри-Ланкийские протестующие штурмуют резиденцию президента. Они также подожгли припаркованный рядом автобус. Жители недовольны повсеместным отключением электроэнергии. На эти меры страна пошла из-за нехватки средств. Накануне блокаут длился 10 часов. Сегодня запланирована остановка подачи питания на 13 часов. Островное государство не смогло оплатить поставки топлива из-за дефицита иностранной валюты. И даже обратилась за помощью к Международному валютному фонду. За последние два года финансовые резервы страны сократились на 70%. В целях экономии власти призвали больше миллиона государственных служащих работать из дома. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров 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 А.Кулакова В Дубае завершилась всемирная выставка Экспо. Ее посетили 23 миллиона человек. Павильон Казахстана впечатлил гостей со всего мира изящным сочетанием восточной архитектуры с цифровыми технологиями. По итогам масштабного события он занял почетное второе место. Всего на Экспо участвовали 192 государства. Организаторы отметили что что нашей стране удалось лучше всего раскрыть тему выставки, объединяя умы, создавая будущее. Как прошла церемония закрытия и что будет дальше с казахстанским павильоном? Об этом в репортаже Камилы Тастанбековой. Тысячи огней, красок и звуков. Церемония закрытия всемирной выставки Экспо в Дубае – это калейдоскоп эмоций. Зрелище невероятное и, пожалуй, невозможно подобрать нужное слово, чтобы в полной мере передать всю атмосферу. Место встречи миллионов людей со всего мира на финальном шоу стала площадь Аль-Васл. Из-за архитектурной уникальности организаторы ставят ее в один ряд с Эйфелевой башней в Париже. Стальной купол, что накрывает площадь, признали самым большим в мире полусферическим проекционным экраном. Атмосферу на главной сцене Экспо в честь церемонии закрытия выставки создавали всемирно известные звезды. На концерте американской певицы Кристины Агилеры было просто не протолкнуться. О коронавирусе и миров безопасности никто из присутствующих и не вспоминал. Но чем все-таки запомнится первая в истории всемирная выставка на Ближнем Востоке, когда все эти одни погаснут? Традиционно Экспо привносит в мир что-то новое. Идеи, изобретения, архитектурные сооружения, пусть в самом начале предложены и кажутся фантастикой. Выставка вдохновляет на решение мировых проблем, например, как сберечь экологию. Правительство Эмиратов поставило перед собой масштабные задачи. Думаю, мы смогли их выполнить. Несмотря на все преграды, мы побили рекорд. Экспо посетили больше 20 миллионов человек. Экспо 2020 подарило нам многое. Мне больше всего понравилась местная атмосфера. То, как здесь сочетается столько вещей. Я восхищен. Экспо объединяет людей. Мы понемногу узнали друг о друге, чем мы отличаемся и в чем похоже. Это была отличная коллаборация. Каким будущее планеты через технологии и искусство видят разные страны. Рассказать об этом в Дубае смогли 192 государства, в том числе и Казахстан. В павильоне нашей страны гостей больше всего привлекла танцевальная постановка, в которой под музыкальные ритмы объединились человек и робот. Каждое движение как воплощение неразрывной связи между ними. В павильоне Казахстана мне больше всего понравилась направленность на устойчивое будущее. Вам удалось донести, что важно внедрять технологии, но в то же время нельзя забывать заботиться о природе. Помимо этого, я много узнал об истории вашей страны. Большинство людей, когда я работала на входной группе, потом возвращались после того, как они завершили майн-шоу, и говорили, что все было классно, спасибо, лучший павильон. Так что, я думаю, мы произвели впечатление на всех людей. Павильон также демонстрировал потенциал нашей страны с точки зрения привлечения туристов. Основная экспозиция была направлена на раскрытие экономических возможностей Казахстана. Наше казахстанское предприятие буквально в первые дни проведения Экспо-2020 провели встречу с своими коллегами из Объединенных Арабских Эмиратов, конкретно из города Дубай, и подписали на тот период меморандум. К концу выставки достигли договоренности и должны подписать соглашение о том, что казахстанская сертификация халяль будет доступна здесь, на территории города Дубай. И для наших экспортеров не будет необходимости получать дополнительные стандарты сертификации, которые занимают для получения, во-первых, длительное время, во-вторых, это стоит здесь денег. А купились ли расходы, вложенные в строительство павильона Казахстана на Экспо? Всего это около 8 миллиардов тенге. Проведение любого крупного мероприятия, оно не дает сразу возвратного эффекта. Это мультипликативный эффект, который возвращается в страну за определенный срок, но он будет намного выше потраченных средств, потому что через павильон Казахстана прошли более 1,6 миллионов людей, и я думаю, многие из них в последующем захотят однозначно посетить. И 20% туристов, это были именно бизнес-туристы, которые сюда приходили с целью узнать какие-то для себя новые возможности. После закрытия территория выставки станет новым районом Дубая, экологически чистым и умным. Большинство сооружений и возведенной инфраструктуры останутся здесь. Будет ли в их числе казахстанский павильон, пока остается вопросом. В Каза-экспо-конгрессе сообщили, что сейчас ведут переговоры по его дальнейшей судьбе с Эмиратами. Дубай, так же, как и страны-участницы выставки, делает ставку на экономический эффект. Строительство Экспо обошлось Эмиратам в 7 миллиардов долларов. Трудно представить, что на месте всех этих футуристических сооружений всего несколько лет назад были бесконечные пески. С другой стороны, этому не то чтобы не нужно, этому нельзя удивляться, ведь в современном мире Дубай ассоциируется с роскошным оазисом посреди пустыни. И как только стало известно, что выставка пройдет здесь, Объединенные Арабские Эмираты словно возвели новый город, тем самым демонстрируя миру, что слова «самый и лучший» для них только вызов. И вкупе со всеми спецэффектами, которыми орудовали павильоны стран-участниц, кажется, что будущее уже наступило. Ну а сейчас о генетическом прорыве. Впервые полностью расшифрован геном человека. Исследованием занялась группа ученых из США. Результаты проделанной работы позволят лучше понимать причины старения и таких болезней, как рак, ишемия или деменция, уверены исследователи. Отмечу, изучать ДНК начали больше 20 лет назад. Тогда же был представлен черновик последовательности генов всех хромосом человека. Но со множеством пробелов. Однако восполнить их удалось только сейчас, с помощью новых технологий. Вы знаете, это геном только одного человека. Он европеец, и здесь можно задаться вопросом, может он действительно представлять геном всех людей на Земле? В какой-то степени на него можно ответить «да». Это потенциально важно для дальнейших исследований в медицине. К этой минуте все. Спасибо, что были с нами. Начинайте и завершайте день вместе с нами. С вами был Артем Балтин. До встречи вам. Хорошего дня.